всем привет сегодня понедельник а значит как и почти всегда с вами newsblog крипто в которой мы расскажем вам о порции самых свежих самых актуальных а главное самых важных новостей из крипто мира с комментариями и объяснениями чтобы все было понятно и несмотря на то что за сегодня биток вырос практически на 10 процентов это все-таки понедельник а понедельник день тяжелый поэтому без лишних слов переходим к делу и так сегодня в выпуске опасный прецедент суд встал на сторону всех в споре с coinbase но есть нюанс интервью генерального директора грейс кейл майкла сулин шейна на cnbc где он рассказывает как отложенный спрос привел к огромному притоку в bitcoin и т.ф. огромные оттоки биткоина с бирж бьют рекорды и завершить наш сегодняшний выпуск обзор рынка вместе с джорджем тангом более известным как крипто сарусом оставайтесь с нами и так coinbase против всех юрист консул пол грэвел отвергает прецедент решения о вторичной продаже криптовалюты юрист консулт coinbase пол грэвел заявил что заочное решение поиску coinbase против всех не имеет существенного значения он отметил что судье были представлены только аргументы сек без предоставления противоположной точки зрения решение судьи таны лин подтвердил юрисдикцию сек по этому вопросу утверждая что рассматриваемые криктоактивой действительно были ценными бумагами несмотря на то что они торговались на coinbase что является вторичным рынком в общем давай объясню простым языком во первых это были не судебные слушания и не прения это были заочные слушания где выступала только одна сторона но в любом случае ситуация неприятная во вторых решение данной судьи идет в разрез с решением другого судей которое было принято ранее речь про дело ripple против всех где вторичные продажи криптовалюты на биржах были признаны как не ценными бумагами таким образом дорогой зритель хоть на первый взгляд эта новость кажется и неважной в ней все-таки есть очень критичный элемент она создает информационный шум а также дает нехорошую возможность сильно засомневаться что сек начинает шаг за шагом побеждать в спорах с крипто компаниями это не так не дай себя обмануть и знай главное прямо сейчас в верхней палате конгресса сша в сенате бипартийное большинство предварительно одобрила пакт о запрете цвцб тех самых которую яростно проталкивает администрация джо байдена на стороне которой не до конца понимающая ситуацию но яростно сопротивляющаяся крипто элизабет уоррен кстати на минуту сенатор и ее лучший друг председатель всем известного регулятора сек гэри гэнслер так вот ребята сенате похоже сдаваться не собираются так что на стороне крипто есть действительные тяжеловесы и вполне вероятно что после завершения своей работы по цвцб они возьмутся из-за тех кто мешает развитию инновации и всячески ей вредит продолжает наш выпуск интервью генерального директора грейс кейл майкл сонин шайна на канале cnbc в этом эпизоде он отвечает на вопросы ведущей о том что является фактором такого активного роста для биткоина а также говорит об одном секретном но достаточно очевидным ингредиенте данного бычьего рынка который может его сделать совершенно удивительным и не похожим на все предыдущие давайте послушаем нам присоединяется генеральный директор грейс кейл майкл сонин шайн этим утром вместе с колокольчиком открывающим торги и отмечая работу свою утра с биткойн и деф привет спасибо что пришел спасибо что пригласили очень приятно быть с вами что стало причиной такого замечательного забега дебиткой на сначала года что ж значительный отложенный спрос рынка в ожидании открытия спот биткойн и деф джи битисе получил одобрение в январе этого года что открыла двери для множества и других спот биткойн и те в поступающих в рынок в итоге мы наблюдаем невероятный спрос и невероятный приток инвесторов что также связано и с объемами поступающего биткоина в рынок ежедневно что крайне сильно влияет на цену но развивы а конкретно грейс кейл не наблюдаете значительный итог я в дело данные бумберг согласно которым у вас ушло за последние 30 дней 7 4 миллиарда долларов что ж я думаю что здесь важно понимать каким образом подошла к рынку грейс кейл мы зашли в рынок практически с 30 миллиардами долларов активов а также с инвесторами всех размеров и мастей так что мы предполагали определенный отток как и должно происходить когда на рынок выходит новый продукт начиная с нуля при этом я думаю что если мы укрупним картинку посмотрим со стороны на то какой спрос у инвесторов то убедимся что никогда ранее не увидели такой сенсационный спрос на и т.ф. обеспечивающий доступ к новому классу активов но думаю что возможное беспокойство для вас может быть тем что доступно множество других вариантов black rock наблюдает приток многие ваши конкуренты наблюдают приток на этой неделе стало известно что некоторые крупные банки как вэлс фарго и морган стэнли также начали интенсивно с этим продуктом да мы всего лишь самом начале пути я думаю что многие мои коллеги из данной индустрии предсказывали новую волну распространения по мере того как bitcoin и т.ф. станут доступными через управляемые финансовыми консультантами каналы ведь только в сша находится 40 триллионов долларов капитала под управлением который в большей степени не принимал участие в биткоине и крипто активах поэтому я полагаю что мы находимся на довольно ранней стадии спустя всего лишь несколько недель после запуска bitcoin и т.ф. майкл сара спасибо вам за это интервью но главное здесь дорогой зритель заключается не в том как грейс кейл будет конкурировать с другими и т.ф. а в том что конкретно сказал сейчас майкл сонин шайн около 40 триллионов долларов активов находящихся в управлении в настоящий момент никоим образом не связано с криптоиндустрией при этом одобренные в январе этого года и т.ф. открыли им для этого свои двери и очевидно что значительная часть этой суммы в криптоиндустрии может вообще-то и не попасть ведь многие люди имеющие накопления не только не занимаются активным или даже долгосрочным трейдингом а зачастую вообще мало интересуется тем как работают их вложенные средства но одно фундаментальное отличие текущего бычьего рынка от предыдущего заключается вот в чем если в прошлом цикле о биткоине говорили даже по телевизору и естественно из каждого утюга интересующиеся этим но далекие от технологии люди получить к нему доступ могли скажем едва ли в этом же цикле по крайней мере аудитория из сша и части азиатских стран где сейчас активно идет обсуждение запуска bitcoin и т.ф. о чем мы кстати говорили в предыдущих выпусках не сблока крипто открыли для этой аудитории дорогу к биткоину а это на мой взгляд является абсолютно меняющим правила игры фактором поэтому дорого зритель все-таки в интересное время мы с тобой живем движемся дальше ежедневные выводы биткоина с бирж бьют рекорды достигнув 2 миллиардов долларов джеймс ван стратан исследователь и аналитик данных криптографической компании крипто слэйт на основании данных он член аналитической компании гласнот сообщает в общем в пятницу с бирж утекло биткоинов на сумму чуть более 2 и 3 десятых миллиарда долларов один из крупнейших выводов за последние пять лет кстати на 2 марта общий объем активов биткоина на основных торговых платформах отслеживаемых гласнот составляет 2 миллиона двести восемьдесят шесть тысяч триста сорок семь биткоинов то есть уже более 142 с половиной миллиардов долларов что здесь важно отметить как мы говорили в предыдущем выпуске силу и степень уверенности бычьего рынка определяет множество параметров множество признаков и различных показателей так вот так вот отток активов с бирж означает что покупатели не планируют продавать более того они планируют это хранить а значит что давление продавца сильно ослабевает и даже если в этой ситуации покупатель не растет баланс все равно смещается в сторону последнего а теперь не забывайте что сила покупателя только растет по крайней мере в настоящий момент так что наслаждаемся моментом соблюдаем осторожность и не забываем это не финансовый совет и завершает наш сегодняшний выпуск аналитика рынка с джоржем тангом более известным как крипто за рус и также уж расскажи нам что там по рынку а у нас тут с вами множество хороших показателей вот например очень хороший показатель этот график смотрите обычно когда вы смотрите на такой график говоря о это голова и плечи о боже мой сейчас у биткоина будет дамп верно но посмотрите на шкалу этой перевернутой голова и плечи так что это значит то что все у нас нормально но затем у вас появляется такой показатель как модель сток-то-флоу где показывает что биткоин в настоящий момент что до в бычьем рынке он в бычьем рынке это совершенно фантастически верно не то чтобы вам нужны такие графики для того чтобы сказать это я могу вам это сказать но это делает все более официальным так что фантастика бычий забег опа мы завершили стадию накопления и вот еще один график который показывает нам что мы это прошли мы движемся и мы движемся вперед новых высот которые должны появиться прямо уже за этим углом давайте не будем забывать что мы только что перевалили 66 тысяч у нас прямо сейчас творится абсолютное безумие исторический максимум на 69 это в 3000 долларов от того где мы находимся и чем больше растет биткоин тем больше образуется ликвидности в крипто пространстве и больше также и остальной крипто этих альткоинов также растут выше и признаки этого мы уже начали наблюдать прямо сейчас может быть немного агрессивно но есть что есть и нам с этим жить джош дружище спасибо тебе большое пока мы с тобой общались bitcoin действительно построил очередную безумную дневную свечку сейчас она уже перевалило 66000 и полным ходом движется к 67 а это уже без малого практически исторический максимум дорогой зритель похоже у нас сегодня будет интересный вечер а что самое главное вечер-то вечером а вот будущие недели месяцы и возможно годы я даже боюсь себя представить в общем сил тебе терпения и не забывай что при любом бычем рынке даже совершенно безумном коррекции и тем более большие коррекции более чем возможно и поэтому держись крепче не паникуй и всегда оставайся на связи с каналом крипт комманс для чего подпишись на него нажми на колокольчик а если тебе зашел этот видос то обязательно поставь под ним лайк и напиши что тебе понравилось кстати если что-то не зашло то об этом тоже напиши мы это прочитаем проработаем и в следующий раз сделаем себя немного лучше в общем удачи тебе и до встречи в следующем выпуске